Вчера легендарной GTA 3 исполнилось ровно 20 лет, и на фоне этого Рокста решили дропнуть долгожданный трейлер ремастера трилогии классических GTA, или как модно нынче говорить, Definitive Edition. Сегодня расскажу всё, что нужно знать об этом релизе, дата выхода, системные требования, цены, первые скриншоты, сравнение графики и так далее. Усаживайтесь поудобнее, ролик будет объёмным, приятного просмотра. Во-первых, что касается самого трейлера, честно скажу, ожидал большего, но если так порассуждать, это ведь не ремейк игры, это ремастер, обычное улучшение текстуры, косвещения, отражения и тому подобное. Если рассматривать трилогию именно с этой точки зрения, то выглядит всё вполне неплохо. До того же результата, я больше чем уверен, можно было бы и добиться при помощи определённого пакета модов. Но ведь это компания Rockstar Games, которая уже 8 лет даёт GTA Online, деньги для них самое главное. Они прекрасно понимают, что данных улучшений будет вполне достаточно, чтобы вновь продать трилогию и неплохо заработать. Кстати, насчёт цены, 4300 рублей на ПК, мама дорогая, комьюнити бомбанула от этой суммы. Для жителей Европы, конечно, ценник неудивительный, всё те же 60 баксов, но ребят, 4000 рублей за старые игры с улучшенными текстурками, ну попахивает, мягко говоря, разводом. И ведь это только на ПК, на других платформах всё только дороже. PlayStation 4600 рублей, Xbox аналогично и Nintendo Switch 5400 Russian Rubbles. Кстати, насчёт Nintendo, это первый проект за последние 12 лет на этой платформе. Последняя, что Rockstar выкатывали для этой консоли, была GTA Chinatown Wars ещё в 2009 году. В качестве эксклюзива трилогия GTA на этой платформе будет поддерживать прицеливание с помощью гироскопа, тачскрин и ещё парочку плюшек. Ну и раз уж мы затронули нововведения, то в целом, опять-таки повторюсь, новое освещение, обновлённое окружение, увеличенная дальность прорисовки, текстуры высокого качества, управление и прицеливание стало как в GTA 5, колесо выбора оружия, радиостанции, 4К 60 фпс на ПК, PS5 и Xbox Series, поддержка DLSS и обновление миникарты, где переработали навигацию, добавив возможность ставить точки поездки. Отныне это новый движок, теперь игры построены на Unreal Engine, а разработкой занимались бывшие авторы Crackdown 2 и Kinect Star Wars. Игры были более-менее неплохие, поэтому можно надеяться на стабильную работу ремастеров. Что касается даты выхода, 11 ноября 2021 года, то есть уже совсем скоро, буквально через две недели. К слову, это касается только цифровых версий, если же вы хотите коробочку со всей трилогией, то придётся подождать до 7 декабря. Именно в этот день ремастеры появятся на полках магазинов. Кстати, для меня было удивление, но в 2022 году обновлённая трилогия доберётся и до мобильных платформ iOS и Android. Круто, конечно, но мы как бы на мобилках ждём GTA 4, вот это будет по-настоящему разъёб. Системные требования многие уже видели, но тем не менее, прямо сейчас на ваших экранах появились минимальные и рекомендованные характеристики. Чтобы поиграть с кайфом, необходимо 970 GTX и 16 гигабайт оперативы. Жирно, жирно, не думал я, что игры начала 2000-х годов с улучшенными текстурками будут жрать больше оперативы, чем GTA 5. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Что касается моего личного мнения и мнения комьюнити. Во-первых, цена завышена. Во-вторых, выглядит игра ну как-то очень сука мультяшно. Особенно модельки персонажей напоминает Fortnite. Даже мемы по интернету уже вовсю гуляют. В любом случае, надо ждать и смотреть на переиздание, когда оно непосредственно выйдет. Сейчас это всего лишь первое впечатление. На деле всё может оказаться очень даже неплохо. Комьюнити же разделилась на два лагеря, кто совершенно не доволен и не намерен платить 4500 рокстарам, и кто наоборот защищают трилогию, объясняя другим, что, во-первых, это не ремейк, а ремастер, и сделан он очень даже неплохо, и то, что 4000 за три игры, это вполне адекватные деньги. Пишите в комментариях, на чьей стороне вы, ну а я буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр и за подписку на канал. Хотя вот сейчас смотрю, ты вот, Санёк, смотришь и не подписан. Что за дела, Андрюха, ну от тебя ты вообще не ожидал. Давай подписывайся, не огорчай меня. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдёте в описании. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok